У меня есть претензия. Знаете, в чём дело? Я уже вам много раз рассказывал о том, что для того, чтобы там сделать какой-то видеоролик по Black Rush, я захожу в новостное издание. Это вот обычно Life Mobile, либо вот нечто похожее, хотя обычно это, разумеется, Life Mobile. Я ввожу там, знаете, поисковой тег Black Rush и, в общем-то, вот и смотрю все новости, которые там происходят. И вот, так знаете, мимо всех новостей, самой крайней новостью оказалось то, что там Роман Вендетта что-то выпустил по Black Rush. Я бы очень хотел, знаете, сделать на вот всё это какую-то реакцию, всё прочее, хотя я вообще не уверен, можно ли по условиям всего этого, знаете, контракта, сотрудничества и так далее, так называемого контракта, вообще делать реакции, не играя при этом на серваке. Но меня смутило немного другое, немного вообще вот всё не это. Я вот сейчас вам поведаю, всё это Роман Вендетта, я тебя вообще вот вызываю на бой. Выходи, так сказать, в Твиттере, заходи, регистрируйся и вообще много всего, потому что когда-то он комментировал мои видеоролики и что-то плохое там писал и так далее. В общем-то, ладно, давайте перейдём к самим вот этим вот всем видосам, конфликтам, может быть даже разоблачениям, ко всему прочему. Ивент на 9 мая от Black Rush. Смайлик, такого, знаете, удивления в буквальном шоке. Полный обзор, там, знак восклицания и потом вниз палец показывает на ссылку с самим видосом. И тут у нас, в общем-то, Роман Вендетта, у него в очках отражается его студия, он, видимо, не мог это как-то вот замазать, заблюрить, вот, то есть превью он там отдал кому-то делать, волосы ему там контурный свет нарисовали, всё ему там сделали, но вот в этом плане чё-то немного, так, знаете, сделали мы. В общем, я могу ещё долго рассматривать всё это превью, но я не хочу это делать, зачем? То есть я вот увидел данную новость, подумал, наверное, на Black Rush какой-то есть ивент, и, скорее всего, про него нужно, знаете, или что-то рассказать, что-то вот там, знаете, с ним сделать, чтобы всё было так, ну, более-менее нормально, понятно, продуктивно и хорошо. В общем-то, я захожу в официальный сайт, официальный вообще паблик ВКонтакте Black Rush, вы представляете, я захожу и, то есть, смотрю, какая последняя, какая последняя новость вообще в данном паблике. И тут, знаете, вот давайте я вам прочитаю, возможно, кто-то не знает, не видит и так далее. Друзья, у нас важные новости. Завтра в 12.00 по МСК открытие нового 14-го сервера Crimson. Также было выпущено много фиксов, которые помогли оптимизировать нашу игру. Спасибо, что остаетесь с нами. С уважением, команда Черная Россия. И понимаете, в чём дело? Ничего вообще не видно про то, что вот там какая-то будет вот это вот 9 мая, какие-то вот эти вот там все вот эти вот ивенты, всё вот это вот прочее. При том, что, в общем-то, видос Романа Виндетта, дорогого, уважаемого и, разумеется, замечательного человека во всей вот этой вот GTA, CRM, Black Rush, Android Mobile индустрии, это вот он не оценим, не описуем и так далее. Однако, почему-то ничего нет. Почему ничего нет? Тут, наверное, нужно спросить у самого Романа Виндетта, который закупает рекламу в Live Mobile. Где всё, Роман Виндетта? Где всё? Я бы мог посмотреть твой видос, я бы мог-то оттуда взять какие-то вот эти вот все факты, всё прочее. Но почему ты как-то вот эксклюзивно обо всём этом рассказываешь, а остальные люди не знают, что происходит? Что в самом деле происходит, Роман Виндетта? Ну, давай как-то разберёмся с тобой, давай как-то вот всё это посмотрим, рассмотрим и сделаем прочие вещи. Потому что я не понимаю, Роман, как же такое происходит, Роман, как же ты, Роман, ты максимум поэзия, может быть какая-нибудь проза, может быть вроде того, а тут Роман целый. Ну, куда, Роман, куда же ты лезешь-то и уже, понимаете, мы зашли слишком далеко, уже Роман Виндетта говорит, ивент на 9 мая Black Rush, причём сама Black Rush про это уже не пишет. То есть, настолько это не нужно, настолько это неинтересно, что даже не то, что там рекламную новость, какой-то рекламный пост купить, сделать прочие вещи, то есть, даже уже этого они не делают. Они даже уже в своей вот этой вот официальной группе ВКонтакте ничего, в общем-то, не пишут о том, что будет 9 мая какой-то ивент, а Роман Виндетта это делает, это конфликт. Это абсолютно точно, это Роман Виндетта, ну ты чё, это конфликт, то есть, абсолютно Роман Виндетта. Он ещё что-то, знаете, про меня плохое говорил, в общем-то, 100 лайков под данным видеороликом, и на Романа Виндетту выходит выпуск ДК на канале Семён, я попрошу Семёна, чтобы он всё это сделал, и, в общем-то, да. Потому что я даже не буду разбираться, что там добавили на всё это 9 мая, что там вообще со всем этим было, добавили там что-то, не добавили Роман Виндетта, там как-то всем вот этим вот видеомонтажом запудрил глаза, мозги и всё прочее людям, я не знаю, меня это не интересует, не волнует и так далее. На канале Семён, если что, всё будет, там про Романа Виндетту, про всех прочих людей, которые там вот говорят о том, что всё будет, а по факту, в общем-то, на официальной или в официальной группе ВКонтакте BlackRush ничего вот этого нет. И как это всё понимать, никто не объясняет, никто не говорит и так далее, но я расскажу вам, как всё это понимать. BlackRush, вы можете скачать клиент по ссылке в описании, ввести мой никнейм хэштег, вернее, мой никнейм Данила КПРФ и ввести мой промокод хэштег ZDSA. И тогда, в общем-то, всё будет нормально, а Роман Виндетта, у тебя есть несколько минут, может быть, часов, может быть, даже дней, я ещё не придумал, я не знаю, чтобы отписаться. Откуда вообще вся эта информация про 9 мая, про все вот эти вот ивенты у тебя, что происходит-то в самом деле, может быть, ещё там, не знаю, у DICE есть нечто подобное, я не знаю, что вообще происходит, я не знаю, что вообще будет. Поэтому вот, спасибо, до свидания, пока и всего хорошего, Роман Виндетта. На канале Семён всё будет, 100 лайков по данным видеороликам, анти-самп, анти-всё прочее, анти-хайп, может быть, даже, вроде того. А всем спасибо, всем пока и увидимся тут же завтра, а может быть и не завтра, в 20.00. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok